От многолетней транспортной проблемы избавили родителей воспитанников Новгородского центра адаптированного обучения транспортники. Сегодня первый рейс совершил автобус номер 45, который связал западный район с Троицкой улицей. Артем Забралин побывал в числе пассажиров. Как раньше приходилось туда ездить? На двух автобусов. И сколько это времени занимало? Где-то около часа. Чересчур длительные поездки, казалось бы, в черте города, были ежедневным испытанием для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Доехать до центра адаптированного обучения из западного района можно было лишь с двумя, а то и с тремя пересадками. Что, согласитесь, вряд ли хорошо сказывалось на успеваемости детей, да и на здоровье. Вокруг ведь пандемия. Очень долго с Мира до Троицкой бывает, что с двумя пересадками и в неблагоприятных погодных условиях, вот таких, как сегодняшний холодный день, это большое подспорье семьям и, безусловно, самим ребятишкам сохранит их здоровье. Сегодня вместе с первыми пассажирами весь маршрут проехала и наша съемочная группа. И даже несмотря на погоду, поездка заняла менее получаса. Родители довольны, но волнуются. Не временная ли это Мира? Но в автобусном парке уверяют, все опасения напрасны. Раз мы запустили этот маршрут, он будет постоянно работать. На каникулах там будет вопрос, еще будет понятен, нужно ли, не нужно. А так, по рабочим дням он будет возить. Автобус отходит от остановки у дома номер 6 по проспекту Мира в 7.20 утра и едет по маршруту 20 автобуса до Площади Победы. А далее по пути автобуса номер 7. В обратную сторону рейс отправляется в 15.00. Как раз, когда у воспитанников Центра адаптированного обучения заканчиваются уроки. Артем Забралин, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.